Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что к вашему тексту, к вашему вопросу довольно много ответов, вот, я все ответы не читал, потому что это отняло бы много времени, вот, и могут быть какие-то совпадения, значит, по моему ответу с тем, что вам уже, может быть, говорили мои коллеги с тем, что они вам рекомендовали и так далее, вот. Это первое. Второе. Значит, вы ничего не пишете о своем заболевании, да, то есть, что это за у вас, боли в ногах, почему вы постоянно впадаете в простуду, ну, это состояние простуженное, и вообще, какая у вас динамика вашей болезни, да, то есть, ну, как вы к ней относитесь, к этой болезни, как вы их воспринимаете, какие у вас перспективы, вот. Судя по тому, что написали вы, у меня возникло ощущение, что болезнь неизлечимая, вот, и что она отнимает у вас довольно много энергии, довольно много эмоциональных сил, душевных сил и так далее. То есть, здесь, мне кажется, имеет смысл к врачу медицинское обследование, щитовидная железа, вот. Может быть, еще что-нибудь, потому что, ну, очень, очень слишком похоже, что у вас есть какое-то физиологическое заболевание, которое, может быть, и обуславливает, вот, то, как вы себя чувствуете, как вы, значит, себя, значит, представляете, воспринимаете в той среде, в какой вы находитесь. Это первое. Второе. То, что я увидел у вас, помимо, значит, того, что вы написали, именно помимо того, что вы написали, это достаточно сильный такой ориентир на безрадостное времяпровождение, на безрадостное существование, на, по сути, делать депрессивную ориентацию, упор вы делаете. То есть, у меня есть такое стойкое ощущение, стойкое чувство, что вы живете, вот всю свою жизнь живете не для себя, а для других. То есть, вы преследуете цель, только одну, это цель, ну, быть полезной, по факту. Эта цель быть полезной и делать все для всех. То есть, не для себя, не для кого-то, кого-либо еще, может быть, из других людей, не близких. А именно, только для близких, делать все, что в ваших силах. В ущерб себе, вероятно. И стремление быть полезной. Ну, подобное поведение, подобная ориентация влечет за собой, знаете, неудовлетворенность собственной жизнью, опустошенность, излишнюю зависимость от других людей, что с вами и происходит. И, по большому счету, получается так, что вы отдаете больше, чем получаете всегда. Вы всегда, по своим ощущениям, отдаете больше, чем получаете. И, на мой взгляд, это и является ключевой проблемой, которая определяет всю вашу ситуацию в целом. И родители, которых не станет когда-нибудь. И кошка, которая тоже, вероятно, умрет. И ваша дочь, которая уехала. Все они, эти люди, это по факту возможности для вас реализовывать свои собственные желания, которых у вас уже давным-давно нет. А может быть и не было никогда, никогда. Если спросить у вас, вот, для чего я живу? Для чего вы живете? Вы, наверное, скажете, что живете для других, для дочки, для мужа, для кошки, для родителей, но не для себя. Если вас спросить, для чего вы работаете? Уверен, что вы скажете примерно то же самое, что работаю я для того, чтобы быть полезным. Что бесполезным быть я не могу. Но в глубине души вы все равно знаете, что вы бесполезны. Такое у вас есть внутреннее чувство, внутреннее убеждение, что вы бесполезны. Так вам внушили, что вы ни на что не способны, что вы не имеете права на свои желания, что вы недостойны того, чтобы свои желания удовлетворять. И ваша простуда, ваша болезнь, возможно даже болезнь в ногах, возможно даже простуда, вполне может быть психосоматическим сопротивлением в ответ на то, что вам все время внушали, что вы должны делать что-то для других. Смотрите, вот в середине вашего текста есть такая фраза. Значит, я говорю себе, что я эгоистка, что я думаю только о своих чувствах, что я должна быть здоровой и полезной для любимых людей, а не обузой. Вот эта фраза, она наглядно демонстрирует, что вы себе не позволяете болеть, что вы не позволяете себе быть слабой, что вы не позволяете себе хотеть чего-то для себя. Вы корите себя за то, что вы эгоистка, хотя я уверен, что вы не эгоистка. Вы говорите, что я должна быть здоровой и полезной для любимых людей. И я уверен, что ваша должна, вот то, что вы говорите, должна, это не ваше природное и естественное утверждение, потому что вы не должны быть здоровой и полезной для любимых людей. Вы можете быть полезной для себя и уже потом быть полезной для людей. Вы можете быть здоровой для себя и потом уже здоровой для других, но вы не должны быть полезной для любимых людей. Потому что так вы представляете себя как средство, которое другие люди используют для того, чтобы им было хорошо. А это, как вы понимаете, совершенно не то. Ну, не настоящая близость с людьми и не настоящие отношения с людьми. Что из этого получается? Получается из этого то, что ваша проблема в подавлении своих желаний. Ваш страх навязчивой мысли – это, по сути, ваши подавленные желания. То есть смотрите, какая история происходит. Вы знаете, что ваши родители могут умереть, как и кошка. Вы знаете, что ваша дочь уехала. То есть рядом ее нет. Все это вызывает у вас страх. То есть это означает, что вы для них сделать ничего не можете. Вы для них больше, вы им больше не нужны будете. А если вы им не нужны, то кому вы нужны еще? Ведь мужу, я так понимаю, вы нужны не особо сильно. Вообще да, муж – тот, кого не нужно спасать. Муж – это тот, кто не нуждается в вашем спасении, вашей помощи, вашей поддержке. Ну, вероятно. Или нуждается, но в меньшей степени. Вот и происходит такая ситуация, что вы оказываетесь перед перспективой делать что-то для себя. А делать что-то для себя вы не можете, не умеете. И что самое интересное – считаете, что это плохо. И вот именно потому, что вы считаете, что это плохо, то есть не разрешаете себе делать что-то для себя. Считаете, что вы должны быть здоровы и полезны для любимых людей, то есть для других, а не для себя. Говорите, что вы не должны быть абузой, хотя понятие абуза во взаимоотношениях между любимыми людьми вообще не существует. Вот именно это и определяет ваш страх. То есть страх – это, по сути дела, запрет на реализацию своей желания. И каждый раз, когда вы оказываетесь перед перспективой того, что вы станете свободнее, вы начинаете испытывать страх. Потому что страх – это внутренний запрет на внутреннюю свободу. Соответственно, избавлением от драка будет снятие запрета на внутреннюю свободу. Значит, принятие своих желаний. Ориентация, точнее, ориентирование в большей степени на себя, а не на других людей. То есть вот это вот изменение, вот эта установка, что вы не должны быть здоровы и полезны для любимых людей, потому что вы для любимых людей вообще ничего не должны. Вы можете для себя быть даже не полезны, а безвредны. Вот так сказать. Вы можете для себя быть безвредны. То есть вы можете себе не наносить вред. И вот уже от этого, да, то есть я не наношу себе вред. Я не наношу себе негатива, я не причиняю себе негатив. От этого уже отталкиваться во взаимоотношениях с другими людьми. Понимаете? Подобные состояния, состояния безрадости, вы можете прочитать. Прочитать этот сценарий, сценарий безрадости, он называется. Вот. Его более такой конкретной формой, формой является матушка Хадарт. Ну, в конкретизированной форме матушка Хадарт вроде бы. Ну, я сейчас наверное точно не скажу, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Смотрите. Почитайте об этом. Сценарий безрадости. И вы увидите, что вы сами испытываете наслаждение только когда вы полезны для других людей. И, соответственно, вы зависимы от других людей. И поэтому у вас есть страх. В данном случае терапия заключается в позволении себе чего-то хотеть для себя. В данном случае терапия заключается в разрешении себе иметь собственное желание и их удовлетворять. В данном случае терапия заключается в позволении себе делать что-то для себя и уже потом делать что-то для других. В данном случае терапия заключается в том, чтобы вы не отдавали больше, чем получали. В данном случае терапия заключается в том, что вы испытываете. Подобный процесс, к сожалению, нельзя назвать быстрым. Вот. Но его можно сделать. По крайней мере, вам можно облегчить то, что вы испытываете. То есть с вами нужно работать. Вам нужно вспомнить себя ребенком. Вам нужно вспомнить свое детское состояние. Вас нужно ввести в него. Вот. И заново пережить вот эти вот состояния эпизоды запрета. Эпизоды запрета и свои переживания по этому поводу. Вспомнить их. И, соответственно, уже реализовать. После чего внести корректировку в свою жизнь. Вот. Процесс подобный. Является, на мой взгляд, постепенным. То есть тут нельзя спешить. Вот. Но в зависимости от того, как у вас пойдет. В зависимости от того, насколько вы будете включены в работу. Как бы это может произойти быстрее и медленнее. И так далее. В случае, если вы вообще не помните себя в таком состоянии, когда вы жили своими желаниями и хотели чего-то для себя. То здесь будут применяться несколько иные методы. Иной подход. Но в целом, я полагаю, все это вам поможет. Что касается помощи вам, то здесь я хотел бы задать вам вопрос, связанный вот с чем. Вы говорите, помогите мне. Помочь, конечно, можно. Вопрос в том, как вы видите помощь в себе. Представьте себе, что вы пришли к нам на САЖ. Вы задаете вопрос текстом. Вы получаете текстовые ответы. Вы надеетесь, что свой страх вы уберете с помощью текста. Вряд ли. Потому что страх – это симптом. Это не первопричина. Понимаете? Первопричина лежит в том, что я описал. И эта первопричина не изменится и не исчезнет в результате одного ответа на ваш вопрос. Потому что вам необходимо менять свои представления о себе при условии вашей заинтересованности в этом. И при условии вашего согласия с тем, что это действительно так, что вы целиком и полностью забыли про себя. Понимаете? Ну, или вы можете сказать, что я всегда был такой, я всегда делал только то, что нужно другим. Да, никогда не делал ничего для себя. Но в этом случае вам именно важно хотеть измениться. Хотеть стать другой. Понимать, что в этом проблема. Что вы не свободны. Вы не знаете, как нам быть свободны и делать что-то для себя. Понимаете? Плюс комплексы, возможно, от болезней. И вам нужно выработать свое отношение к тому, что вы болеете. Потому что, на мой взгляд, как я уже говорил, ваши болезни это то, что позволяет вам получить себе, для себя, какие-то положительные проявления, обратные связи людей. То есть, если вы болеете, вас там могут пожалеть, если вы болеете, вам что-то могут дать, если вы болеете, вы можете рассчитывать на внимание, понимание и так далее. А если не болеете, то ничего этого нет. Ничего такого не происходит. И из-за этого вы испытываете нужду, потребность, которую вы в себе подавляете, которая ни в коем случае не проявляется у вас в, ну вот, в повседневной жизни. Поэтому, в данном случае болезни, особенно простуды, можно назвать психосоматической. А вот, значит, смотрите, вы говорите, стоит мне перетрудиться, а зачем перетрудаться? То есть, ну, для чего вы перетруждаетесь? Утомляюсь я очень быстро, это понятно, ведь приходится постоянно терпеть, терпеть боли в ногах. А зачем терпеть боли в ногах? Есть обезболивающие, есть какие-то процедуры. В конце концов, нам вообще можно не напрягать свои ноги и ходить, передвигаться по дому, например, в инвалидной коляшке. Да? Вот. То незамедлительно впадают в состояние простуды. То есть, это и есть реанция вашего подсознания через тело, что вам нужна забота, что вам нужен уход, что вам нужна ласка и так далее. А что касается потери женской привлекательности, то этот момент связан с одной стороны и с болезнью, то есть, тем, что вы болеете, и с другой стороны, тем, что вы сами себя такой не видите. Вы не видите себя по-жемски привлекательной, вы не любите себя, вы не цените себя. От этого женская привлекательность исчезла. Дело не в том, что вы стали плохо выглядеть, хотя, может быть, это и сыграло свою роль. Дело в том, что вы не цените себя как женщину, не заботитесь о себе как о женщине. Когда вы в последний раз были, ну, например, у косметолога в салоне красоты и так далее. Так, значит, я узнал от самого себя, от своих мыслей, от того, что не получается вытащить себя из этого состояния, потому что не знаю как. Ну да, я полагаю, что я задал вам определенный вектор, надеюсь, надеюсь на это. Я боюсь спать, потому что когда ложюсь, мысли просто одолевают. Мысли какие? О чем? О том, что вы останетесь одна, да? Поэтому не сплю, вымотлась уже. Понимаю. У вас больше борются ваши желания и то, что вы им не даете реализоваться. Так, давайте мы теперь первую половинку текста вашего разберем, чтобы было полностью. Так, чувствую, что моя проблема начинает выходить из-под контроля и пока еще я имею хоть какие-то силы что-то сделать. Решил обратиться за помощью. То есть, смотрите, проблема есть уже давно, да? Но вы на нее не обращали внимания. Здесь тоже момент. Это отсутствие заботы о себе. Проблема есть, но я ее не решаю. Проблема имеется, я с ней ничего не делаю. Надеюсь, что она пройдет сама. Это элементарное отсутствие заботы о себе. Что мне принять, в каком я и говорил все остальное. Некоторое время назад, около года, я стал задумываться о том, что мои родители не вечны, но станет день, когда они мне принесут известие о том, что кто-то из родителей умер. Вот интересно, интересно, что вы стали задумываться о том, что родители не вечные. А что, до этого думали, что они вечные? А зачем вам вечные родители? Как я буду жить без них для себя? Как сейчас живет? Их сейчас же с вами нет? Вы же с мужа, со своим супругом живете отдельно, я полагаю. То есть, вот как сейчас. В чем вы нуждаетесь в родителях? Какова ваша нужда? Мне, родители, для чего, чтобы что? Насколько я сама по себе закрытая экосистема самостоятельно? Эта мысль настолько угнетает меня, что я предстал радоваться жизни и живу в ожидании этого известия. Так, ну, это понятно. Это я пояснил, да? Так, я стал плохо спать, очень интересно просыпать от того, что испытываю чувство ужаса, в сердце вечно колотится. Вот ужас, ужас от чего, что родители уйдут? А что влечет за собой уход родителей для вас? Ведь вы не самого ухода боитесь, а ведь родители, они все равно будут с вами, вы будете их помнить. Здесь что-то другое. В дневных буднях любое хорошее событие омрачает эту мысль, которая, как по заказу, сразу же всплывает в голове. По факту, эта мысль, опять-таки, является запретом на что-то хорошее. То есть, я не имею права веселиться, я не имею права получать удовольствие, я не имею права наслаждаться. Иногда получается отогнать мрачные мысли, ну, то есть, подавить их, но чаще нет. Это естественно, потому что их не надо отгонять, наоборот, их надо раскрыть в себе. Что это такое? Что представляет из себя мысль? Чего я хочу? А тут еще и дочка вылетела из семейного гнездочка, уехала учиться в другую страну. Так, ну вот, семейное гнездочко, это, конечно, явный показатель того, что семья для вас такая, знаете, закрыта сфера, в которой люди, ну, вот, как бы, живут чисто друг для друга. То есть, я не знаю, вот вы не написали, как вы относитесь к тому, что дочь уехала учиться в другую страну, но я полагаю, что не совсем негатив, не совсем позитивно. То есть, вы считаете, в глубине души, что она не должна этого делать. Не должна была этого делать. Может быть, может быть, вы ей завидуете. Может быть, наоборот, рады за нее и рады чересчур. Жизнь стала другой, вечерами без дочки тактика, то теперь понимаю выражение извинящее совершенно. Но, опять же, это, потому что вы не можете занять себя. Вы не принимаете себя, вы... Ну, в общем, в общем, об этом я говорил. Вообще странно, что женщина, ну, взрослая женщина, да, не может занять себя вечерами без дочки, вы так не считаете? Дочка, она, вообще-то, не должна быть вашим собеседником. Дочка, она, вообще-то, имеет свою жизнь, а вы свою жизнь. Понимаете? А вот личных границ у вас нет. То есть, нет ответственности, где я и где моя ответственность за себя, а где другой человек и у него другая ответственность за него. Вообще, у меня нет ощущения, что вы несете ответственность за себя. И, соответственно, не можете признать, что другой человек может также нести эту ответственность за себя же самого. А это при том, что муж находится дома. Ну, вот как у вас с мужем отношения развиваются, вы вообще не пишете. Это очень интересный момент. Либо у вас нет ничего, вы живете как соседи, либо у вас есть какие-то проблемы, на которые вы пытаетесь закрыть глаза. Так, значит, наш домашний питомец, старая кошка заболела, я понимаю, что ее не станет. Это тоже добавляет страха. Так, ну, по поводу кошки, это момент такой, что она заболела, то даже здорово, что если ее не станет, то она не будет мучиться. Но, опять же, вы этого не принимаете, потому что вам нужно. Вам нужна кошка. Для чего? Для чего? И далее вы, как это не парадоксально, сами себе отвечаете на этот вопрос. Да? Тут я вам, ну, говорил уже об этом. Так, как вдруг я испытываю сильные переживания, то возвращаюсь к этим страшным и упорно навязчивым мыслям. Правильно, потому что сильные переживания, это ваши переживания, они пробуждают ваше желание. А ваши желания реализуются только вот в виде навязчивых мыслей. Потому что по-другому вы не привыкли. Ну, вот. В состоянии здоровья вообще нужно разбираться. То есть, это отдельная тема. Тут нужно разбираться, что вообще вам можно, что вам вообще нельзя и так далее. Вот. Так. Ну, и ваше стремление к пользе для других, это, мне кажется, здесь вот. такой очень важный момент. На этом все. Я основную мысль вам высказал свою. Как и то, в каком направлении вам работать. Если вы хотите именно изменить свою жизнь, изменить свое отношение, стать более свободной, стать, может быть, вообще свободной, а вы можете это сделать, то работать нужно в этом направлении. Я вам желаю всего доброго. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, обязательно почитайте про сценарий без радости и про сценарий маточки Хабарт. Удачи вам и всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...